всем привет это клуб мама дома мы сегодня пригласили удивительного эксперта это мама путешественница светлана привет привет женя мы разговариваем о разных видах транспорта о сложностях связанных с различными вариантами путешествий и сегодня мы начинаем с путешествие на самолете с маленьким ребенком думаю вам будет интересно все это ну я начну с того чтобы представить тебя как маму путешественницу значит у тебя две дочки старший 14 младший полтора года даже не все верно действительно у меня две девочки и мы с ними очень путешествуем очень много путешествуем как по городам пермского края так и по городам россии и очень много ездим за границу ну старший у тебя занимается танцами поэтому вы так часто ездите да участие в конкурсах по спортивным бальным танцам предполагает выезды за границу и другие города россии поэтому со старшим путешествием мы путешествуем действительно очень часто а вообще вы даже за границу выезжаете да на соревнования да участие в соревнованиях за границей это обязательное поэтому приходится ездить часто ну я думаю не вызывает вопросов твоя квалификация как мама путешественница давай тогда к делу вот самолетом наверное это самый частый вид транспорта который приходится вам использовать ну или не сказать на сегодняшний день если вы планируете поездку с маленьким ребенком за пределы пермского края в города россии или за границу конечно же самым удобным и на мой взгляд самым экономным на сегодняшний день транспортом является самолет по билетам на самолет быстро и прохождение регистрации не занимает много времени малыш не устает и долететь до места назначения тоже получается достаточно быстро что не страшно поезде так ну какие нюансы ты можешь подсказать по оформлению документов ну прежде всего если приходится покупать билет совсем маленькому ребенку хотелось бы обратить отдельное внимание на то что если вы летите с малышом до двух лет на малыша не требуется отдельный билет но требуется посадочный талон так называемый вход в самолет чтобы вашего ребенка пустили вместе с вами в самолет билет отдельно приобретать не требуется на стойке регистрации вы просто предъявите ваш паспорт и свидетельство о рождении малыша и вам выдадут два посадочных талона если вы летите с ребенком от двух лет до 12 лет то вашему ребенку понадобится приобрести детский билет на самолет он дешевле он дешевле он составляет от пятидесяти до семидесяти процентов от стоимости взрослого билета ну и мамы кто предпочитает летать детьми подростками есть специальный тариф называемый на тариф молодежный это дети от 12 до 18 и тоже какая-то скидка тоже существует на него скидка зависит от компании перевозчик так ну если мы все-таки про взрослых более менее представляем они все-таки самостоятельные уже люди про малыша все равно возникают вопросы гигиены как одеть как чем кормить вот в путешествии как вот эти все вопросы лучше решать поездки и что предусмотреть да что касаемо перелета на самолете моя большая рекомендация мамам и папам которые собираются в путешествие с малышом а приезжать к окончанию регистрации за 20-15 минут до окончания регистрации тогда чаще всего очи очередей больших уже не наблюдается на регистрации ваш малыш не устанет и вы достаточно быстро пройдете регистрацию на самолет то есть малыш не устанет малыш не устанет да а сразу бы хотелось сказать что если вашему ребенку до двух лет удобно воспользоваться вспомогательными средствами в аэропорту это коляска слинт возможно тележка на которой вы перевозите багаж да туда тоже возможно посадить уже сидящего малыша об этих средствах обязательно тоже нужно позаботиться заранее ну и что касается коляски коляска должна должна быть легкой складываемой переносимой хочу обратить внимание мамы пап которые собираются в путешествие что некоторые коляски достаточно редкие варианты возможно даже брать с собой в салон самолета которые складываются книжкой и весят меньше полутора килограмм ну и обладают определенными габаритами но в любом случае наверное это коляски типа трость или вот которые складываются книжкой но чаще всего коляска используется для перевозки малыша до трапа самолета у трапа самолета вы эту колясочку складываете отдаете обслуживающему персоналу и спокойно заходите с малышом в самолет колясочка отправляется в ручную кладь которая находится в нижнем отделе чаще всего самолета да и по прибытию в местном назначении эту колясочку вам обычно выдают около трапа некоторые страны правда практикуют выдавать ее как ручную кладь уже это уже да например турция славится тем что выдает ее не утрапа а выдает уже как ручную кладь то есть не очень удобно когда воспользоваться понятно так по поводу еды по поводу еды я знаю что есть такие вопросы у мам мой ребенок на при корме как мне взять с собой дополнительную еду когда в самолеты разрешают пронести всего 100 миллилитров жительства что касается ограничения на детскую еду самолет разрешают проносить любое детское питание которое закрыто в заводской упаковке и которая потребляет ваш малыш можно нести бутылочку с детской водой можно нести паильник можно нести а бутылочку заводскую закрытой крышечкой маленькую конечно никто вам не разрешит взять с собой полутора литровую бутылку а воду вам выдадут тюардессы в самолете но маленькую бутылочку с паильником пронести в кабину самолета без проблем не возникает никаких вопросов на таможне и у обслуживающего персонала самолета понятно так а вот вопросы гигиены ну понятно что в подгузнике ну всяко бывает поездки обычно именно в поездке все моя большая рекомендация маме вручную кладь с собой взять максимальное количество памперсов которые мама может унести 5-7 штук потому что действительно с ребенком может случиться все что угодно памперсы достаточно удобные приспособления не только прямого назначения но и косвенного назначения то есть стереть ребенка под если в салоне самолета очень жарко памперсом точно также возможно промокнув ребенка вообще берите с собой примерно 5-7 памперсов переодеть ребенка в самолете не проблема первый ряд самолета значен специальным столиком выдвигающимся открывающимся куда вы можете положить младенца и спокойно одеть ему памперс ну то есть в принципе в общем некое подобие пеленального столика там присутствует еще хочу обратить внимание мам обязательно пользуйтесь своими правами когда вы регистрируетесь на рейс самолета заранее можно написать сделать пометку что вы летите с маленьким ребенком и тогда авиакомпания возможно и скорее всего предоставит вам первые ряды самолета более удобно более удобные места около пеленального столика или около выхода чтобы вы смогли спокойно выйти с ребенком в туалет туалетную комнату умыть его промокнуть совершить какие-то гигиенические процедуры сразу скажу что у аварийного выхода маму с ребенком никогда понятно так а вот все то же самое допустим в аэропорту вообще приходилось пользоваться комнатой там мамы ребенка да с точки зрения аэропорта нам приходилось пользоваться такой услугой она очень удобная в московских аэропортах эта услуга развита но практически как в европейских аэропортах в пермском аэропорту если вопрос идет о нем такая услуга к сожалению не предусмотрена но если мы говорим про нахождение ребенка в аэропорту до рейса в зале ожидания то в аэропортах чаще всего есть специальные пеленальные столики есть специальная детская площадка которая предназначена для детей от годика до лет 10-12 там действительно интересно будет находиться а вот и поэтому я призываю вам не стесняйтесь подходите к служащим аэропорта спрашивать какие дополнительные услуги положены вам вместе с маленьким ребенком и обязательно пользуйтесь ими потому что это удобно это гигиенично ваш ребенок не так устанет в ожидании рейса и вам сама будет намного легче понятно свет а теперь еще очень важный вопрос для любой мамы чем ребенка можно развлечь течение длительного перелета даже спасибо за достаточно интересный вопрос ради его разделю на три больших блока первый блок если ваш ребенок грудный младенец маленький от возраста зависит он маленький и конечно же тут практически сто процентов внимания мамы будет посвящено маленькому пассажиру в первую очередь если вы кормите ребенку ребенка грудью и предусматриваете грудное вскармливание в самолете оденьте удобную одежду грудь окажется самой лучшей игрушкой для вашего малыша самым лучшим отвлечением и в принципе взлет и посадка пройдут достаточно легко ребенок не будет придаваться неприятным ощущениям при взлете и посадке а будет удовольствием сосать мамину грудь а если ваш ребеночек уже сидит и уже может концентрировать внимание от 5 до 15 минут на каких-то игрушках то я своей дочке брала в самолет и посоветую вам достаточно интересную игрушку я пришила разноцветные пуговки разноцветные фигурки на большой кусочек ткани разные звенящие колокольчики замочки и у меня ребенок практически полчаса полетной играл такими не очень необычными инструментами перебирал пуговки рассматривал узнавала манит животных потому что пуговки или с животными пришли туда же очень интересная игрушка также обязательно купите с собой в самолет новую для ребенка игрушку вы знаете что ваш ребенок любит например сортер или складывать пирамидку купите маленькую пирамидку ребенку с собой новая игрушка увлечет его внимание точно минут на 10-15 а если ваш ребенок уже постарше то я рекомендую взять с собой обязательно книжку с короткими стишками прибыло утками шутками может быть пальчиковыми играми поиграйте с ребенком он отвлечется и не будет в полете ему скучно ну и также конечно же сейчас современные средства которыми пользуются мамы это гаджеты это наши телефоны айпады или другие планшеты это тоже удобное средство для ребенка включить ему мультфильм не небольшой не длинный тоже можно отвлечь ребенка на какое-то время чем старше ребенок тем сложнее наверное привлечь на долго его внимание в самолете разговаривайте с ребенком не обращайте внимание на пассажиров которые будут говорить вам громко вашего ребенка и хватит ему разговаривать разговаривайте поэтому перелет с ребенком пройдет намного легче читайте ему книжки пойте ему песенки рассказывайте ему стишки ну и конечно же любимая кукла мишка паровозик машинка это ваш друг в самолете чем старше ребенок я уже говорю о детях от 10 12 лет тем проще привлечь его внимание электронными гаджетами дайте ему посмотреть мультфильм дайте посмотреть фильм любимый или послушать музыку и тогда ваш ребенок будет а вот что то есть что предлагают в самолете там стюардессы скажем ну порисовать что-нибудь или какие-то там журнальчики найти там дорогу для поросенка ну что-то в таком духе или это не очень работа если вы летите достаточно хорошей авиакомпании я имею ввиду допустим российскую компанию аэрофлот не действительно предусмотрены специальные детские наборы не стесняйтесь их заказывать в этот набор входит маленькая раскраска для рисования карандашики мелкие также туда входит игрушка путаница то есть загнать шарик в нужное в нужную ячейку туда же входят всякие наклейки развивающие игры развивающие карточки плюс все это дается достаточно красивым ярком детском чехле ребенок свое внимание посвятить этой игрушке ну наверное минут на 15 или даже полчаса точно если вы летите за границу и летите достаточно долго например наша наш перелет в аргентину был таким тогда авиакомпания предоставляет специальную возможность это просмотр видео фильмов и прослушивание аудиозаписи прямо на борту самолета экран строим соседнее кресло наверное сталкивались с этим экран строим соседнее кресло можно заказать специальный детский ассортимент песен ассортимент фильмов мультфильмов и в принципе ребенок будет посвящен этому делу понятно а это интересно когда вы летели в аргентину сколько лет было когда мы летели в аргентину насти было 11 лет то есть она была достаточно взрослой перелет туда составил 14 часов из до из москвы мы успели и покушать три раза и поспать и посмотреть большое количество фильмов поиграть на айпаде и походить по самолету что угодно я думаю там уже никто не ворчит что уймите ребенка там люди настроены сейчас люди достаточно доброжелательны младенцем самолете особенно на южных рейсов когда родители с детьми летят на отдых таких родителей как правило летит ни одна ни две ни три пары а практически половина самолета и поэтому вряд ли станут ну как общаться пассажиры но такая ситуация бывает конечно так свет еще такой вопрос вот бывает что маршрут с пересадками понятно что каждая мама попытается минимизировать количество аэропортов которые встречаются на пути но если это неизбежно как лучше спланировать чтобы времени было как можно меньше в аэропорту или лучше наоборот как можно больше может быть вообще пытаться переночевать допустим в городе пересадки как вот лучше спланировать из моего опыта опять же моего опыта могу сказать следующее если вы летите самолетом с пересадками чаще всего ваш багаж в аэропорту вылета принимают и отдают вам только в аэропорту прилета то есть в конечной точке вашей поездки поэтому беспокоиться беспокоиться за багаж не стоит и поэтому тут бы я порекомендовала совсем уж не минимизировать время отдать ребенку пройтись по аэропорту возможно покормить его в кафе бестро которые предлагаются в аэропорту сходить с ним спокойно в туалет умыться возможно посетить детскую комнату поиграть ребенок поймет что для него это смена обстановки он не так устанет на нахождение в аэропорту и вы не так устанете от быстрых перебежек от одного коридора прилета до коридора вылета будете беспокоиться сами станете нервной переживать за то успеете ли вы на рейс поэтому запаситесь временем 2 часа пересадки в аэропорту ничего страшного то есть а максимум какой максимальный срок ну скажем в идеале ну на мой взгляд два три четыре часа переносимо да возможно и он не устает вопрос твой про то возможно ли переночевать в аэропорту и я рассматриваю как положительный потому что мы ночевали в аэропорту в отелях при аэропортах для ребенка это интересно это новое приключение он ночует в необычном месте но с другой стороны пропадает наверное интерес второй раз лететь на самолете у ребенка и поэтому с точки зрения ночевки рассматривайте сами если ваш ребенок спокойный уравновешен возможно и стоит рассмотреть вариант ночевки в аэропорту почему нет так теперь еще такой вопрос стоит ли самолет брать с собой какие-то медикаменты сразу хочу сказать что самолет большое количество медикаментов не разрешается брать с собой но если ваш ребенок обладает какими-то хроническими заболеваниями или вы знаете о его специфической реакции на перелет например его всегда тошнит обязательно предусмотреть и препараты которые помогут вашему ребенку а легче и проще перенести перелет но и хочу сказать что в любом самолете любая авиакомпания предусматривает достаточно богатую аптечку которая находится на борту самолета не стесняйтесь задать стуардессам и стуатам вопрос по поводу того есть или нет препараты в аптечке первую очередь это здоровье вашего ребенка понятно так но я думаю с этим пока с моими вопросами все у меня еще есть вопросы от подруг которые хотели очень пообщаться через меня на эту тему у малыша закладывает ушки он тревожно переносит период взлета и посадки может быть стоит закапывать малышам в ушки что-то чтобы не они не болели ну и вообще может быть какие-то на эту тему советы сразу хочу поделиться своим опять же своим опытом что касается моей маленькой дочери на момент перелета оба раза мы были на грудном скармливании и опять же когда вы даете грудь ребенку у ребенка на тот момент не закладывают ушки потому что происходит дыхание сглатывание то есть правильное правильный перенос взлета посадки что касается ребяток постарше я бы остереглась давать карамель жвачку и прочие вспомогательные средства маленьким детям от полутора до трех лет потому что такие детки еще не умеют правильно сосать конфеты и возможно что они могут ими подавиться поэтому остерегайтесь таких средств а с точки зрения детей постарше до жвачка или сосательная конфета очень спасают таких детей а еще научите своего ребенка продувать носик и ушки ребенок в два годика уже понимает как это делать зажмите нос двумя пальцами и покажите что нужно дуть в этот нос который у вас зажат ушки мгновенно прочищаются и для ребенка это будет игрой да вы займете его надолго свою маленькую дочку я уже научила так делать моя взрослая дочь с двух лет тоже умеет это делать этот способ нам помогает всегда никогда мы не закапывали в ушки потому что я считаю что дополнительные применение дополнительных медикаментов на здоровье ребенка поэтому используйте всякие вспомогательные средства в том числе я знаю что у моих друзей детям помогает использование наушников ушах когда они слушают музыку конечно никакой физиологической не проследует не проследует здесь связи но тем не менее возможно это психологически это связь понятно так еще вопрос кондиционер пугает самолете значит с одной стороны возможно сухость воздуха в самолете как увлажнять а второй вторая часть вопроса как бы не простыл ребенок какие вот предусмотреть для этого какой защиты давайте начнем с того что одевать ребенка в самолет не следует очень жарко поймите в самолете всегда температура достаточно комфортная для нахождения там человека поэтому борт проводники следят за перегревом или охлаждением в самолете не одевайте ребенка в теплые кофты вы можете взять их с собой чтобы подложить ему под голову у стюардессы всегда можно взять лет первую очередь они выдаются маленьким детям поэтому всегда когда мы летим самолете мы отключаем кондиционер дополнительный кондиционер который находится на вашем креслом чтобы не простудить ребенка а если же соседский кондиционер доставляет нам неприятности дует на ребенка я всегда прошу либо отвернуть его либо выключить либо сделать его потише а также в этом случае я использую плед для ребенка я укрываю его укрываю и еще не всегда разрешали проносить в самолет средства для гигиены лица это увлажнитель кожи лица наверное знаете существуют такие спреи спреи да который можно побрызгать себе на лицо так называемая мицеллярная вода я беру такую воду с собой в салон самолета и при очень сильном перегреве ребенка стараюсь на нее побрызгать этой водичкой помогает спасая для ребенка опять же развлечения ладно спасибо света большое я думаю с этим блоком и заканчиваем но у нас еще впереди самые разные способы транспорта с которыми которыми ты нас тоже познакомишь а вам спасибо большое и смотрите наши другие интервью